приветствую вас друзья сегодня расскажу вам про ранний доступ картошечка нам повыпускала новостей и видосиков про ранний доступ ну и я своим зрителям тоже расскажу об этом мало ли кто-то не смотрит эти картошки на видосики и новости чтобы никто не пропустил но вначале напомню о том что сегодня проходит у нас аукцион на карачуна 250 танчиков в 19.00 мск стартует аукцион на понижение у меня такое ощущение что как будто бы она не особо интересно напишите в комментариях интересен вам этот аукцион или нет про этот аукцион я уже вам рассказывал в прошлых видосах поэтому не буду заостряться возвращаемся к раннему доступу в патче 1.27 стартует ранний доступ на китайскую ветку тяжелых танков которые начинаются у нас на седьмом уровне заканчиваются на десятом в раннем доступе можно будет получить танки 7 8 и 9 уровня десятку можно будет получить через пару патчей получить ее можно будет просто в ветке как обычную любую другую десятку но теперь давайте поговорим про ранний доступ про остальные танки перед десяткой как их получать чтобы их получить нужно будет получать жетоны жетоны можно будет получить за выполнение заданий либо же получить жетоны за золото. В любой момент можно будет любое количество жетонов докупить за золото. С этим в принципе все понятно. Как же за задание получать эти самые жетоны? Этапные и дополнительные задачи. В случайных боях и в натиске можно будет выполнять задание. Дополнительный этап откроется с получением машины 8 уровня в ветке раннего доступа. За задание мы там что-то будем получать, а также за дополнительные задачи мы будем получать различные ресурсы. А когда необходимое количество жетонов наберем, танк у нас появится в ангаре. Его не надо будет ни изучать, ни тратить на него ничего, ни покупать, абсолютно ничего не тратишь. Просто необходимое количество жетонов набрал и он просто появляется у вас в ангаре. Все. Чтобы получить танк 7 уровня нужно 6 жетонов, 8 уровня 10 жетонов и танк 9 уровня 15 жетонов. По окончании раннего доступа за неиспользованные жетоны будет начислена компенсация 1 жетон 160 тысяч кредитов. Стоимость одного жетона в золоте 800 золота. Этапы раннего доступа. В событии у нас 4 этапа боевых задач, выполнять которые можно на технике от 5 уровня и выше. За каждый этап можно получить 5 жетонов по одному за боевую задачу. То есть у нас 4 этапа по 5 заданий. За каждое задание дают один жетон. Итак, мало того, что этапы открываются у нас после того, как мы выполнили все задания из прошлого этапа. То есть второй этап у нас не откроется, пока мы не выполним все задачи из первого этапа. Похожую механику мы уже видели в сборочном цехе. Так еще и по времени оно определено. Каждый следующий этап открывается еще через неделю. То есть первый этап у нас доступен будет 12 июня вместе с выходом патча 1.27. У нас есть неделя, чтобы сделать задачки и 19 июня откроется второй этап, если мы выполнили все задания в первом этапе. Через еще неделю у нас откроется третий этап и еще через неделю четвертый. То есть раз в неделю у нас открывается новый этап и мы можем там выполнять задания, если закрыли полностью прошлый этап. Также задания выполняются по очереди. Начинаешь с первого задания и по очереди каждое отдельно делаешь, они все одновременно не работают. Каждое задание отдельно. Доступ к дополнительным этапам открывается после получения танка восьмого уровня из новой ветки. Вместе с ними запустится цепочка дополнительных задач. Их можно выполнять только на технике восьмого и девятого уровня из ветки раннего доступа. GPT-166 и GPT-68. Так называются эти танчики. Итак, что мы поняли из этого всего? За задачки мы можем получить 20 жетонов. Чтобы получить девятку нужно 31 жетон. Но в принципе мы можем получить танк седьмого уровня и восьмого. Также у нас четыре жетона останется. После окончания раннего доступа эти четыре жетона переведутся в серебро. Каждый жетон принесет нам 160 тысяч серебра. Когда закончится у нас патч 1.27, в патче 1.28 задачи раннего доступа в этапах закроются. То есть у нас для этих задач будет один патч. В патче 1.28 можно будет докупать за золото этапы, но задание выполнять не получится. И в патче 1.29 уже можно будет эту ветку из раннего доступа просто качать всем подряд как угодно. И мы сможем бесплатно с восьмерки начать качать новую ветку, не потратив вообще ничего. На сайте уже можно посмотреть задачи, которые нас ждут. В конце подведем итоги этого события, а также обговорим, какие задачки нас ждут. По итогам мы можем получить восьмерку бесплатно в этой ветке. А если захотим девятку, то нам надо будет докупить 11 жетонов за золото. Каждый жетон стоит 800 золота. Это получается 8800 золота нам понадобится, если мы захотим еще и девятку получить. На все про все нам дается один патч, чтобы выполнять этапы задания и получать жетоны бесплатно. Еще один патч нам дается на то, чтобы мы помариновались и все-таки решились или не решились купить недостающие жетоны за золото. И в патче 1.29 эту ветку добавят абсолютно всем, как обычную для прокачки. Тем самым мы сможем либо за бесплатные жетоны начать качать с восьмерки, либо за жетоны за золото начать качать с девятки. Или вообще на девятки заранее нафармить опыт и сразу взять десятку в патче 1.29. Четыре этапа и все задачи одинаковые. Задачи первого этапа такие же, как и на втором, и на третьем, и на четвертом. И они в основном все задачи по типу на усердие выполняются накаткой боев. Вот допустим посмотрим задачи первого этапа. 24000 урона за любое количество боев с 5 по 10 уровень. Эти задачи можно выполнять в рандоме в натиске. Это в натиске выполняется очень быстро. Вторая задача. 7000 чистого опыта. Ограничения такие же. Следующая третья задача. 60 пробитий сделать. Легчайшая задача. Также четвертая задача. 5 раз попасть в топ 5 своей команды по чистому опыту. Тоже задача не сложная. Всего лишь 5 раз. Но возможно самым слабым игрокам будет сложно. Но не для меня. Напишите в комментариях сложная эта задача или нет. Поскольку я не целевая аудитория, я не являюсь каким-то мерилом адекватных заданий. Для меня это вообще не задание, а так пшик. Ну и пятая задача. Победить в десяти боях. Вот эта задача даже для меня иногда сложная, поскольку я хоть и влияю на победу на каком-то имбовом танке, но не на сто процентов. Я, ну нету такого, что я выехал в бой, все гарантированно победа. У меня 61% побед. И у меня бывает иногда серии очень длинные, с поражениями, где вообще я, ну просто, об меня рандом ноги вытирает, я ничего не могу. Но чаще всего большинство дней у меня с хорошим процентом побед. Самое главное, чтобы эта задача не выпала на тот самый день, когда, так сказать, красный день, где ничего не поделаешь. Все. И вот эти вот все задачки у нас просто дублируются в каждом этапе. Наградки маленькие, там 100 тысяч серебра, резервки на опыт, на свободку, два резерва на серебро, бумажки для экипажа. Все. Простые задачи, простые награды. Каждое задание дает один жетон. Также есть еще у нас задачки дополнительного этапа. Все задачи дополнительного этапа абсолютно одинаковые. Нужно в каждом задании набивать 5000 чистого опыта. Но они выполняются только на восьмерке и на девятке из новой ветки раннего доступа. Награды 100 бон, коробка 1 день према, коробка 100 бон, 1 день према, коробка 100 бон. Короче, такие награды. Честно говоря, я думал, задачки будут сложнее, более муторные, заковыристые, но в них есть немножко ложка дегтя, но в целом мед. Задачи мед. Если я не прав, напишите в комментариях, для меня они не сложно выглядят, вообще простые какие-то. Особенно если учитывать, что их можно выполнять в натиске. Также, что еще радует, что я могу бесплатно в этой ветке дойти до восьмерки и не потратить вообще ничего за простые задачки. Так еще и за задачки немножко мне там мусорка какого-то подсыпят, в принципе пойдет. В интервью говорилось о том, что у разработчиков нет цели заработать, но до девятки без доната, без золота не дойти никак. Да, это золото можно в том же самом натиске пофармить и вроде как есть способы в игре бесплатно получить золото. Но я очень сильно сомневаюсь, что вы бесплатно на получаете 8800. Это уже какая-то цифра такая, более-менее внушительная. 8800 золота это 1373 рубля, если кому интересно. В принципе, мне кажется, что ранний доступ не такой уж и страшный, как я его себе сам представлял. Есть в нем некоторые моменты странные, я в целом не сильно понимаю зачем вообще ранний доступ к готовой ветке, как будто бы название не совсем отображает реальность. Это больше похоже на то, что разработчики хотят нам сказать, вот мы сделали новую ветку, дайте нам золото за нее сколько-то. Вот мы ветку сделали, она должна на сколько-то окупиться. А задачки больше направлены на то, чтобы вы просто накатали количество боев. В дополнительных там просто опыт. В общем и целом напишите свое мнение в комментариях про этот ранний доступ. Мне кажется, он не так уж и плох, но прикол в том, что если бы мы просто качали ветку, мы тоже просто накатывали бы бои, как и в этих заданиях. А вот больше мы будем накатывать бои или меньше, это уже зависит от скилла. Как и в получении опыта, скил важен, так и в выполнении заданий. Легче это прокачка или сложнее? Мне кажется, лично для меня легче, поскольку и золото у меня есть, и задачки для меня очень простые. Но насколько сложнее это прокачка для тех, у кого скилла нет и золото тоже? Это уже вопрос не ко мне. Можете в комментариях там написать свои мысли. Самое главное, что я упустил, пока разбирался во всех этих механиках раннего доступа, то что сама ветка супер токсична в фугасных барабанов. Это больше всего, что меня разочаровывает. Сам-то ранний доступ, то и ладно. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока.